Седьмой класс, 26 серия. Вероятность. Статистическая вероятность или относительная частота. Как найти относительную частоту или статистическую вероятность того или иного события? Допустим, рассматривается игральный кубик на гранях игрального кубика точками. Обозначены числа от одного до шести включительно. Допустим, кубик подбросили 20 раз. Провели такой эксперимент. Пятерка выпала семь раз. Относительная частота того, что выпадает пятерка или статистическая вероятность выпадения пятерки. Семь двадцатых или 35 процентов. То есть проведение эксперимента обязательно. Двадцать раз подбросили кубик, пятерка выпала семь раз. Давайте рассмотрим монету. Монета выпадает либо орел, там где герб, либо решка, там где число. Подбросили монету десять раз. Допустим, орел выпал четыре раза. Какова статистическая вероятность того, что выпадет орел? Четыре десятых или две пятых или сорок процентов. То есть чтобы найти статистическую вероятность, проведение эксперимента обязательно. Если рассматриваются такие объекты, как кубик или монета или игральные карты, то считается, что все исходы равновозможны или равновероятны. Подбрасываем кубик, любое число выпадает с одной и той же вероятностью. Подбрасываем монету, орел и решка выпадают с одной и той же вероятностью. Если объекты с равновозможными исходами, то можно найти вероятность, не проводя эксперимент, используя классическое определение вероятности. Число благоприятных исходов надо разделить на число всех исходов. Допустим, кубик подбрасывается. С какой вероятностью выпадает четное число? Благоприятные исходы – это выпадение числа 2, 4, 6. Значит, три благоприятных исхода, а число всех возможных исходов равно 6, потому что может выпасть число от 1 до 6 включительно. Значит, вероятность того, что выпадет четное число равна 1, 2, 3, 6 – это 1, 2. С такой вероятностью выпадает четное число. Не проводя эксперимент, мы определили вероятность. Давайте рассмотрим монету. С какой вероятностью выпадает орел? Число благоприятных исходов на число всех возможных исходов. Значит, орел выпадает с вероятностью 1, 2 или 50%. Геометрическая вероятность. Допустим, рассматривается некоторая область. На рисунке, допустим, это будет квадрат. И считается, что выбирается случайно точка, которая обязательно попадает в квадрат. Какова вероятность того, что она попадет в подобность, то есть в круг, круг, который находится в квадрате, во внутренней области квадрата. Значит, надо найти площадь круга, надо найти площадь квадрата, найти отношение площадей. Значит, вот такова вероятность попадания, точки в подобласть. То есть площадь подобласти надо разделить на площадь всей некоторой области. Площадь круга делим на площадь квадрата. Задача первая. Какова вероятность того, что при двух бросаниях монеты хотя бы один раз выпадет орел? Первый раз подбрасывается монета, выпадает орел или решка. Второй раз. Допустим, сначала был орел, потом выпадает орел или решка. Если первый раз выпала решка, значит второй раз может выпасть орел, а может выпасть решка. Так, число всех возможных исходов равно четырем. Орел-орел, орел-решка, решка-орел и решка-решка. Число благоприятных исходов. Хотя бы один раз выпадет орел. Значит, давайте сосчитаем. Значит, вот это первый благоприятный исход, это орел-орел. Второй благоприятный исход, орел-решка. Третий благоприятный исход, решка-орел. Три благоприятных исхода. А общее число всех возможных исходов четыре. Значит, ответ в этой задаче – три четвертых. Задача вторая. Какова вероятность того, что при трехкратном бросании монеты ни разу не выпадет орел? То есть все три раза будет выпадать решка. Значит, число благоприятных исходов. Вот, один, решка-решка-решка. А число всех возможных исходов равно восьми. Потому что выпадает либо орел, либо решка. Значит, по правилу произведения находим число всех возможных исходов. Два умножить на два умножить на два. Восемь. Значит, ответ в этой задаче – одна восьмая. Число благоприятных исходов надо разделить на число всех возможных исходов. Задача третья. Одновременно бросают два кубика. Какова вероятность того, что на всех кубиках выпадут одинаковые числа? То есть подбрасывают два кубика, значит, выпадают благоприятные исходы. Один, один или два, два, три, три, четыре, четыре, пять, пять, шесть, шесть. То есть число благоприятных исходов равно шести. А число всех возможных исходов на гранях одного кубика числа от одного до шести. Значит, шесть возможностей. И у второго кубика тоже шесть возможностей. Перемножая возможности по правилу произведения, получаем 36. Число всех возможных исходов. Можно сократить на шесть и получаем ответ. Ответ одна шестая. Вот с такой вероятностью выпадут одинаковые числа. Ответ одна шестая.